Создавать очереди в интернете за несколько месяцев и дежурить под дверьми школ больше не нужно. Самым эффективным способом подачи заявлений в первые классы уже давно признан портал Госуслуг. Важно отметить, что во избежание проблем родителям будущих первоклассников стоит заходить не на федеральный, а на региональный сегмент сайта. Абсолютно не рекомендую родителям заходить через федеральный сегмент портала Госуслуг, то есть набирать адрес госуслуги.ру. Если вы это сделаете, вы никогда там не сможете найти то, что необходимо сделать, дабы подать заявление. Подавая заявление через портал Госуслуг, заходить через нижегородский его сегмент по адресу gu.nof.ru. Раньше через портал Госуслуг достаточно было подать только заявление, а потом в течение трех дней донести все остальные документы в школу. Теперь вместе с заявлением на сайт требуется загрузить два вида документов. Это свидетельство о рождении ребенка, то есть документ, подтверждающий его личность. И второй – это паспорт родителя, законного представителя, одного из, ну, либо удостоверение личности. Стоит максимально ответственно отнестись к формированию пакета документов от будущих первоклассников. Большое внимание будет уделено подлинности прописке ребенка. Речь идет о территориях, закрепленных за гимназией и лицеями. Мы рекомендуем всем, кто подает заявление по территории закрепленных за образовательной организацией, подавать документы, подтверждающие проживание с ребенком по данной территории. А дальше уже родители могут выбирать, какой дополнительный документ в данном случае они могут приложить. Заявление на зачисление в первый класс необходимо подавать от того родителя, с которым ребенок прописан и проживает по конкретному адресу, относящемуся к той или иной школе. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.